Здравствуйте! В эфире тема дня. Новый учебный год стартовал. С какими изменениями в сфере образования мы вошли в новый учебный год, нам расскажет Юлия Погребняк, директор департамента образования и науки. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и какие же основные изменения, с которыми вошли в 1 сентября? На августовской конференции Министерства образования и науки Украины в этом году был презентован проект новой украинской школы. Это проект, который подразумевает новый подход к осуществлению обучения наших детей. В первую очередь идет смещение акцента с переосмыслением и усвоения знаний, их накапливания, на возможность применять это в практике, на освоение и получение новых компетенций. Если раньше существовал так называемый зуновский подход знания, умения, навыки, то на сегодняшний момент учитель не является единственным источником информации. Ребенок может подчеркнуть ее совершенно из разных потоков. И, соответственно, наша основная задача педагогов научить ребенка критически ее осмысливать, применять правильно ее в жизни, создать условия для максимальной социализации и успешной последующей реализации ребенка в жизни. А как будут создаваться условия и что конкретно изменится? Но мы должны с вами понимать о том, что это не сиюминутный резонанс и эффект мы будем иметь. Это система работы, которая подразумевает в первую очередь переориентирование начальной школы, и уже с этого года детки, которые пойдут учиться, они будут учиться в рамках реализации этой новой концепции. И, естественно, мы должны осознавать, что только учитель, который сам совершенствуется и сам способен трансформировать свои подходы, может научить наших детей чему-то важному, актуальному и тому, чего мы все ожидаем от нашей педагогической общественности. То есть теперь учителя будут учить детей, а учителей будут учить в министерстве, как их учить. Правильно я вас понимаю? Для чего это нужно? Я думаю, что мы должны смотреть на систему как на живой организм. И огромная, колоссальная ответственность ложится персонально на конкретного каждого учителя. От его возможности заниматься самообразованием, от его возможности менять систему подходов и ценностей. Потому что, ну, нужно называть вещи своими именами. На сегодняшний момент главной ценностью концепции новой украинской школы является партнерство. Партнерство между учеником, родителем и учителем. А мы только на первых шагах к этому. То есть взаимодействие должно быть между ними? Очень тесное. Обучение – это не только знание, но и комфорт учеников. Поэтому поговорим о цифрах. Пока ученики гуляли летом, в школе проводились ремонтные работы. Хватает ли финансирования? Ну, на сегодняшний момент Департамент образования и науки свою деятельность за летний период и в последующем будет направлять на несколько основных потоков. На обеспечение технической, материально-технической составляющей, на управление процессами, которые внутри среды происходят. И на программу «Свита» в 2016 году было выделено 1,111,062,000 гривен. Это достаточно солидная на первый взгляд сумма. Но если мы говорим о ремонтных работах, об улучшении базы учебных заведений, которых у нас на сегодняшний момент достаточно большое количество и массива. Это 248 учебных заведений, 17 профессионально-технических учебных заведений, это 13 внешкольных заведений в городе. В том году на ремонтные работы было выделено 46 миллионов гривен. В 2016, в этом году, на ремонтные работы по всем учебным заведениям города было выделено 136 миллионов гривен. Нам есть над чем работать. И департамент осуществляет около 318 текущих капитальных ремонтов. У нас на стадиях завершения находятся реконструкции детских садов. 186-го, 217-го. Мы подходим к реконструкции сотого детского садика. 169-го. Поэтому обозначать ситуацию, связанную с тем, что мы проводим ремонтные работы в уже существующих учебных заведениях. Были выделены деньги на ремонт новых дополнительных групп. Например, я вам приведу ситуацию, связанную с тем, что мы приняли от Запорожьстали комбината ведомственного в коммунальную собственность 7 дошкольных образовательных учреждений. Это позволило нам открыть 12 дополнительных групп. Приблизительно 269 деток уже в этом году пошли в детские сады. И, кроме всего прочего, в этом году при поддержке городского головы были выделены средства и при поддержке депутатского корпуса средства на установку счетчиков учета тепла. Это вопрос, связанный с энергосбережением, с учетом денег из нашего местного бюджета. 36 школ и детских садов на сегодняшний момент обеспечены в этом направлении по новой технологии. Мы поговорили о программе обучения. Мы выяснили, что с ремонтами. Теперь о наболевшем вопросе еще в прошлом году. Это учебники, которых не хватало в 4-7 классах. Как сейчас обстоят дела с оснащением учеников учебниками? В 4-й год дети учатся по новой образовательной программе. В связи с этим возникла потребность закупить новые учебники, адаптированные под новые программы. Мы имели возможность сопровождать вопрос, связанный с поставкой учебников 4-х и 7-х классов. Из субвенции было выделено 3 миллиона, более 3 миллионов, для того, чтобы обеспечить учебниками школы города. И 10% от этой суммы из местного бюджета на доставку. На сегодняшний момент, при колоссальной нагрузке, которая существует, мы обеспечили 85% учебниками 4-х и 7-х классов нашей школы города. Я думаю, до ноября месяца, подписав все договора, осуществив, отработав со всеми издательствами поточечно каждые вопросы, мы обеспечим в полном объеме учебники 4-х и 7-х классов. Что касается 8-х классов учебников, этот вопрос решается совершенно другим механизмом. Это деньги, выделенные из государственного бюджета, и под руководством Министерства образования и науки будет регулироваться ситуация обеспечения и поставки учебников 8-х классов ребятам нашего города и всей Украины. Школьники развиваются очень быстро. Это и мобильные телефоны им помогают в этом, и планшеты, и компьютеры. Вот успевают ли школы оснащаться технически, как ученики? Вы знаете, я глубоко убеждена о том, что никогда компьютер не заменит роль учителя. Но при этом мы живем совершенно в новом мире. Когда-то каменный век закончился вовсе не потому, что закончились камни. И мы пришли в совершенно новую среду, где наши дети очень чаще более прогрессивны по отношению к учителям. Если мы в детском городе... Ученики успевают в ногу с учениками идти? Успевают, а бывает и не успевают. Поэтому нам нужно очень детально просматривать и сопровождать этот процесс. Но прежде чем что-то требовать от учителя, городская власть понимает, мы должны что-то ему дать. Поэтому уже сегодня выделены более 17 миллионов гривен на приобретение и установку 111 компьютерных классов в школы города. И будет производиться закупка на более чем 2 миллиона кондиционеров в эти классы. Потому что мы, не имея кондиционера конкретной мощности, не сможем лицензировать режимный кабинет. Поэтому вот так подетально продумывая, мы на сегодняшний момент создаем условия для того, чтобы наши дети, которые с легкостью, с любыми гаджетами общаясь, начиная там чуть ли не с первых месяцев жизни, имели возможность актуально себя ощущать на своем месте персонально, находясь в конкретном учебном заведении. Это прорыв, это шаг вперед. Мне бы хотелось пожелать вам как преподавателю, нам как родителям благополучного учебного года во всех смыслах этого слова. Спасибо. Спасибо вам большое. А я напоминаю, сегодня мы говорили о том, с какими изменениями мы вошли в этот учебный год в сфере образования. У нас в гостях была Юлия Погребняк, директор департамента образования и науки. Спасибо.